Здравствуйте! Сегодня мы начинаем изучение курса социально-экономической географии мира. Приготовьте, пожалуйста, тетрадь и ручку, чтобы сделать записи по теме урока. Тема нашего урока социальная и экономическая география мира, многообразие стран современного мира. Каждая научная дисциплина делает свой вклад в формирование наших представлений о мире, о природе. Роль географии в системе наук уникальна, потому что только она одна одновременно формирует представления о природе нашей планеты и человеческом обществе. Создает целостный образ конкретной территории. В прошлом году вы изучали социально-экономическую географию Кыргызстана, исследуя закономерности формирования развития, размещения населения и хозяйства нашей страны. Эти знания вам пригодятся во время изучения социально-экономической географии мира. Для этого вам будут необходимы учебник география для 10 класса автора Максаковского и атлас с комплектом контурных карт. В интернете есть и другие источники информации, которые помогут вам узнать больше о географии мира. Вы узнаете о путях развития мирового хозяйства, основах социально-экономических отношений между странами, о природных ресурсах и их использовании населением Земли, актуальных проблемах человечества и многое другое. Вам уже известно, что экономическая и социальная география – это общественная географическая наука, которая изучает территориальную организацию человеческого общества, ее законы и закономерности. Предметом является исследование мировой экономики в целом, а также экономики отдельных государств и обществ внутри различных государств. Также предметом исследования является процесс формирования и развития социально-экономических систем, способов управления. Объект изучения – отдельные страны, их население, политические институты. Место социально-экономической географии в системе наук очень велико, так как в наше стремительно развивающем обществе необходимо обладать знаниями о социально-экономическом развитии общества, о свойствах и особенностях образа и качества жизни людей. Эти знания добываются географическими дисциплинами, которые объединяет социально-экономическая география. К методам экономической и социальной географии относят знакомые вам традиционные – картографический, статистический, сравнительный, исторический и математический. Особое место занимает метод географического прогнозирования. Без прогноза невозможно представить себе перспективы развития любой страны или территории. Уникальные возможности определения взаимодействия, взаимосвязей объектов, процессов и явлений предоставляют геоинформационные системы или системы ГИС. Космические методы исследования позволяют получать огромное количество информации о планете Земля. Специфические методы являются более узконаправленными. Становление социально-экономической географии как науки связано с именами многих ученых-географов, которых можно считать основателями данного направления науки. Весомый вклад внесли и советские ученые, которые помимо научно-исследовательской деятельности работали над созданием учебников и методических материалов. На сегодняшний день важнейшие центры развития социально-экономической географии находятся в США, Великобритании и России. Ребята, вам хорошо знакома политическая карта? Однако в социально-экономической географии она имеет особое значение и трактуется по-разному. Политическая карта – это тематическая географическая карта земного шара, на которой отражены все страны и государства мира, и границы, и столицы, а также другие географические объекты, имеющие важное политическое значение – поселения, пути сообщения. Другая трактовка – политическая карта – это совокупность разнообразных данных политического содержания о странах, регионах мира. Но в любом случае политическая карта является объектом изучения политической географии, которая является отраслью экономической и социальной географии, связанной с политологией. Посмотрите, насколько отличались древние представления ученых от современной реалии. А теперь давайте вспомним, что является основными элементами политической карты. Конечно же, это государственная граница и столица государства. Государственная граница – это линия, которая отделяет одно государство от другого и останавливается по соглашению между этими государствами. Спорными являются границы, которые не признаются хотя бы одним из граничащих стран-соседей. Существует два способа обозначения государственных границ. Делимитация – определение границ на карте. Демаркация – определение и обозначение границ на местности специальными пограничными знаками. Типы границ – гидрографические, геометрические, орографические. Гидрографические границы проходят по водным объектам – рекам, озерам, водохранилищам. По реке ее проводят по фарватеру – линии, соединяющие самые глубокие места речного русла. Например, граница между Румынией и Молдавией – река Пруд, между Францией и Германией – река Рейнь, между Россией и Эстонией – река Нарва и Чудское озеро. Геометрические границы проводят в виде прямой линии или дуги окружности. Чаще всего их можно видеть в слабозаселенных районах с однообразной природой, где трудно провести природную или этническую границу. Самая длинная из геометрических границ – Американо-канадская, основная часть которой протянулась по 49 градусам северной широты и 141 градусу западной долготы. Орографические границы проходят по положительным формам рельефа – горным хребтам, возвышенностям и водоразделам. Примеры орографических границ – испано-французская, идущая по Пиренеям, аргентино-чилийская, проходящая по Андам, индокитайская, совпадающая с горной цепью Гималаев. Существуют еще и астрономические границы, которые проводят через точки с определенными географическими координатами, например, между США и Канадой. Вы помните, что в Мировом океане выделяют территориальные воды и экономическую зону. Особенность этих территорий в том, что международное право не допускает расширения территориальных вод за пределы 12 морских миль. Суда всех государств пользуются правом мирного прохода через территориальные воды при условии соблюдения положений Конвенции ООН. В пределах 200-мильной экономической зоны разрешен свободный проход судов и полетов, прокладка кабеля и трубопровода любой страной. Но при этом только страна-хозяйка прилегающего побережья имеет исключительное право на хозяйственную деятельность в границах данной акватории. В политической карте для каждого государства отмечается столица. За каждым государством закрепляется территория. Территории бывают государственными, международными и со смешанным режимом. В состав государственной суверенной территории входит суша, внутренние воды, территориальные воды и недра. Территория с международным режимом – это территории, лежащие за пределом государственной территории. Эти земные пространства находятся в общем пользовании всех государств в соответствии с международным правом. Территория со смешанным режимом – это участки акватории Мирового океана, дно за пределами территориальных вод. Особые территориальные режимы – это международно-правовые режимы, определяющие порядок пользования какой-либо территорией. К странам относят зависимые территории, без государственного статуса и непризнанные. Политическую карту называют «зеркалом эпохи», поскольку на ней находят свое отражение все процессы, происходящие в мире на разных этапах развития человеческого общества. Общее число стран из-за различных политических событий меняется. Точные данные по количеству стран получить сложно из-за спорного или неоднозначного статуса новых образований. Сколько же стран в мире? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте определимся с близкими по смыслу понятиями – страна и государство. С географической точки зрения страной называют территорию с определенными границами, населением, которое объединилось исторически и культурно, а также имеет экономическую и политическую обособленность. А понятие «государство» обозначает общность людей, которые объединены не только проживанием на одной территории, но и имеют общий высший орган власти. То есть страна может являться государством, имея собственный суверенитет, или пребывать под властью другого государства. А государство всегда суверенно и самостоятельно. Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством. Например, для вхождения в Организацию Объединенных Наций образованию требуется признание двух третьих государств, входящих в данную организацию. На данный момент в состав ООН входят 193 государства, получившие международное признание, и два государства-наблюдателя – это Святой Престол, Ватикан и государство Палестина. Если считать страны по континентам, учитывая, что к странам относятся зависимые территории без государственного статуса и непризнанные, то общее число стран в мире – 197. На практике не всегда достигается многостороннее признание. Например, Абхазия и Южная Осетия, которые были признаны в 2014 году Российской Федерацией, но не признаны большинством стран мира. В то же время Россия до сих пор не признала на официальном уровне и не установила дипломатические отношения с такими образованиями, как Косово и Северный Кипр. Но есть страны, которые признали их, тесно с ними сотрудничают и поощряют. Это связано с тем, что нет общепризнанного регламента признания государства, и каждый решает сам, исходя из национальных интересов и возможностей их отстаивать. Итак, на сегодняшний момент, кроме стран-членов ООН, существует несколько десятков непризнанных или частично признанных стран, а также около 70 стран со спорным статусом. Итого получается 266 стран мира. За количественными изменениями на политической карте происходят и качественные сдвиги. При большом количестве стран и происходящих в них изменениях в экономическом, социальном и политическом направлении возникает необходимость разделения их на группы. В первую очередь, на основе количественных критериев рассмотрим разделение на группы или классификацию стран мира. По географическому положению различают приморские, полуостровные, островные страны, страны-архипелаги. Особую группу составляют страны, лишенные выхода к морю или внутриконтинентальные. По величине территории выделяют 7 крупных стран, имеющих площадь более 3 миллионов квадратных километров, которые в совокупности занимают 1-2 всей земной суши. По этому показателю лидирует Россия. Самым маленьким государством в мире является Ватикан. Площадь его составляет 0,44 квадратных километра. По численности населения выделяют большие, средние и малые страны. 10 стран с числом жителей более 100 миллионов человек в совокупности 3,5 населения земного шара. Численность населения является определяющим фактором потребительского спроса, который становится более разнообразным при многонациональном составе населения. Принято считать страну многонациональной, если в ней проживают более 5 национальностей. Выделяют 1-национальные, 2-национальные, 2-многонациональные страны. В этой связи происходит определение территорий и по языковым группам. При изучении демографических процессов обращают внимание на плотность размещения населения мира и его религиозный состав. А теперь рассмотрим типологию стран мира, выделение групп стран со сходным типом и уровнем развития. В отличие от классификации, группировки стран, типология основывается на качественных изменениях. В настоящее время по типологии, учитывающий уровень и характер социально-экономического и политического развития, выделяют три группы стран мира. К экономически развитым странам относят три группы. Страны Большой Семерки, менее крупные страны Европы и внеевропейские страны переселенческого капитализма. Развивающиеся страны подразделяются на шесть крупных групп. Наверняка вы обратили внимание, что во всех группах указаны показатели ВВП – воловой внутренний продукт. ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения произведенных за год на территории государства. Дело в том, что данный показатель – один из трех показателей, который определяет уровень развития страны. По уровню экономического развития страны подразделяются страны с низким и высоким, выше и ниже среднего уровня дохода населения. При оценке развития страны учитываются индекс развития человеческого потенциала, индекс человеческого развития. По программе развития ООН ежегодно страны мира сравниваются по показателю их развития. При определении лидерства стран по ИЧР учитывают ВВП, уровень продолжительности жизни, грамотности, безопасности, экологию, комфортность проживания и другие показатели. По государственному устройству страны мира подразделяются на унитарные государства, федерации и конфедерации. Форма правления является главным признаком государственного устройства страны. Основные формы правления стран мира – республика и монархия. Различают президентские, парламентские республики и смешанные. Монархия – это форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит одному лицу – монарху, и обычно передается по наследству. В мире можно выделить три вида монархической формы правления. Особую форму правления имеют государства, входящие в состав Содружества, которое было образовано в 1931 году. Содружество возглавляет Великобритания. Ливийская арабская джамахирея – политический режим, образованный в 1977 году путем принятия декларации Сепхи. По политическому режиму страны подразделяются на демократические, авторитарные, тоталитарные. На современном этапе развития международных отношений можно группировать страны по их внутриполитической ситуации и участию в международных военных блоках, а также вооруженных конфликтах. Более подробно с типологией стран мы будем знакомиться с вами на следующих уроках. А завершить наш урок предлагаю интересными фактами о странах мира. Ежегодно британская некоммерческая организация публикует рейтинг самых процветающих и интересных стран мира. Для оценки берутся экономические показатели и другие менее точные критерии. Таким образом выделяют следующие самые-самые развитые страны. Норвегия по экономике и стабильности жизни. Швейцария по управлению хозяйством. Канада по экономической стабильности, многообразию природных ресурсов и небольшой численности населения. Швеция по ведению бизнеса, реализации возможностей и безопасности. Новая Зеландия – лучшие образования и счастливые уголки мира. Дания и Австралия входят в десятку развитых стран, но имеют проблемы безопасности. Нидерланды имеют высокий рост качества здравоохранения и продолжительности жизни. В США назвали самой интересной страной, так как в тюрьмах сидит самое большое количество человек. Самое большое количество официантов, дворников и кассиров имеют высшее образование. Сингапур – крупнейший на планете город-государство. Одна из самых густонаселенных стран в мире с низким уровнем преступности. Россия – самая большая страна на планете Земля. Как видите, можно выбрать самые разные критерии для оценки стран. Но мы с вами будем придерживаться научного подхода в изучении социально-экономических мировых процессов. Всего вам доброго! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова